Главные символы эстафеты, копию штурмового знамени Ордена Кутузова 2-й степени Идритской стрелковой дивизии, водруженного около 3-х часов утра 1-го мая 1945 года над куполом Рейхстага в Берлине, военную каску и винтовку Мосина внесли к памятнику маршала Жукова. Основная идея проекта – объединение всех жителей района для достойной встречи юбилея Великой Победы. По словам исполняющей обязанности руководителя администрации Одинцовского района Татьяны Одинцовой, эта идея в своем воплощении превзошла все ожидания. Александр Альбертович будет 5 мая передавать эстафету поселения в руки главе Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова, куда будут приглашены все наши городские и сельские поселения. Кроме Татьяны Одинцовой на торжественное мероприятие были приглашены почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны. Глава городского поселения Одинцова Александр Гусев, его советник – генерал-майор Михаил Солнцев, начальник управления образования Ольга Ляпистова, председатель Совета ветеранов местной общественной организации «Союз ветеранов-стратегических ракетчиков» Виктор Прокопеня. Каждое поселение, принимающее эстафету, проводило на своих площадках цикл масштабных мероприятий. Среди них исторические реконструкции, концерты с песнями военных лет, кинопросмотры, лекции, экскурсии для школьников, встречи с участниками войны и многое другое. Все это в течение этой недели будет проводиться и на Одинцовской земле. В каждом поселении в рамках военно-патриотической эстафеты «Салют Победе» участники памятной эстафеты доказали, что мы все храним память о Великой Победе. Мы всегда будем помнить этот героический подвиг. Вечная слава героям и тем, кто не дожил до наших дней. После минуты молчания к памятнику маршала Жукова участники митинга возложили цветы. Хочу доложить всему Одинцовскому району, что муниципальный проект Андрея Робертовича Иванова «Салют Победе» эстафета поселения в Одинцовском районе завершается. Конечно же, она будет завершаться 5 мая на галоконцерте в волейбольном центре, когда Андрей Робертович примет символы эстафеты в свои руки и передаст Крывеческий музей. А если говорить точнее, то эстафета шла полгода с ноября месяца, прошла она 16 поселений. Что это такое? Это было 16 митингов, это было 16 галоконцертов. И если я вам сейчас скажу цифру общего количества участников вот этих всех массовых мероприятий во всех поселениях, она у нас насчитывает 70 тысяч участников. Это рекордное событие. Воспитанники историко-патриотического клуба «Генерал» были участниками митингов во многих поселениях. И каждый раз они получали новые впечатления. Для многих из них это уникальный шанс, уникальная возможность. Во-первых, с 70-летием Победы никто из них не столкнется. То есть они, все, вот эта дата, она для них точно запомнится. Они приняли максимум участия. Я надеюсь, что у большинства из тех, кто сейчас стоит за моей спиной, будет возможность 15-16 числа оказаться в Бресте, там, где пограничники встречали грудью врага, и там в форме такой же отдать почести. Это тоже какое-то культовое, знаковое событие. Эстафета завершится встречей ветеранов Одинцовского района в музее на Поклонной горе. А 5 мая в волейбольно-спортивном комплексе города пройдет масштабный галоконцерт. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.